Здравствуйте! Это новость из Дагестана в студии Джамиля Шарипова. Объекты Каспийской флотилии под пристальным вниманием замминистра обороны прибыл в Дагестан, чтобы ознакомиться с ходом строительства. Дагестан отказался в пользу нуждающихся глава Ботвенского района, отказался от служебного автомобиля, чтобы купить жилье сиротам. 603 боевых вылета в 130 воздушных боях он сбил 49 вражеских самолетов. Дагестан празднует 100-летие со дня рождения Амикхана Смитана. В Дагестан прибыл замминистра обороны России Тимур Иванов. Вместе с врево главой республики Сергеем Меликовым гость осмотрел ход строительства детского сада на 250 мест в микрорайоне Кемпинг в городе Каспийске. После чего делегация вместе с заместителем главы военного ведомства посетила комплекс многоквартирных домов для военных и работников Каспийской флотилии, которые перебазированы из Астрахани в Дагестан. Там же гости навестили одну из семей военнослужащих флотилии. Муфтий Дагестан встретился с начальником УФСИН по республике Андреем Поляковым. На встрече обсуждались вопросы, связанные с воспитанием осужденных в местах лишения свободы на основе религиозных ценностей, а также укрепления и повышения религиозных знаний сотрудников уголовной исполнительной инспекции. Поляков рассказал о проводимой в учреждениях УИС региона работе по реализации прав осужденных на свободу вероисповедания, а также профилактике идеологии экстремизма и терроризма. Стороны встречи договорились о том, что кроме уроков и лекций в учреждениях УИС усилится работа по проведению различных духовно-просветительских мероприятий как среди осужденных, так и среди личного состава. Сергей Меликов подписал указ, обязывающий жителей Дагестана носить маски в общественных местах. Согласно указу, который опубликован на официальном сайте главы Дагестана, граждане должны носить маски в общественном транспорте, в грузовом и легковом такси, при посещении аптек, торговых точек, госучреждений, железнодорожных и автовокзалов, аэропорта, на остановках всех видов общественного транспорта, в мечетях, храмах и других общественных местах. Людям старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции до улучшения санэпид-обстановки. А накануне в Махачкале прошла акция по раздаче масок, которая была организована Министерством по делам молодежи совместно с Муфтиатом и Ассоциацией Патриоты. Акция была проведена перед началом пятничной молитвы. Было роздано несколько тысяч медицинских масок в прихожанам мечети. Проведена также разъяснительная работа о необходимости ношения средств индивидуальной защиты. Отметим на сегодняшний день количество заболевших в регионе почти 15,5 тысяч человек. 83 зараженных вирусом прибавилось только за минувшие сутки. За сутки болезнь унесла жизни 9 человек. 25 октября свой профессиональный праздник отмечают таможенники. От эффективности работы таможенной службы зависит экономическая безопасность страны, деятельность многих предприятий и отраслей. В Дагестане железнодорожный пост Дербент является крупнейшим пунктом пропуска, который осуществляет контроль товаров и транспортных средств, прибывающих из Азербайджана. В задачи таможенников также входит проведение контроля товаров, перемещаемых физическими лицами, и совершение таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру транзита. Специалистский налог проверяет в самом вагоне, либо в сопутствующем товаре, предмет наличия наркотических средств по профилю применения служебной собаки. Недавно избранный глава Ботлихского района Руслан Гамзатов отказался от служебного автомобиля в пользу детей-сирот. Вступив в должность, Гамзатов вынес решение направить деньги, выделенные ему из бюджета на служебную машину, на приобретение жилья детям-сиротам. Выделенная сумма составляет 1 миллион 600 тысяч рублей. На эти деньги удастся обеспечить жильем троих детей, оставшихся без попечения родителей. Комментируя свое решение, Гамзатов отметил, что у него уже есть автомобиль, и он не видит надобности приобретения нового. Считаю необходимым, заявил он, поддержать самую незащищенную категорию жителей района. Дагестанка спасла жизнь пассажирки на борту лайнера на высоте 10 тысяч метров. Одной из пассажирок рейса Москва-Махачкала стало плохо во время полета. Экипаж поинтересовался, есть ли на борту в медике. Сразу же откликнулась врач-анестезиолог-реаниматолог из Бирбарской больницы Аида Абуева, которая оказала помощь женщине, у которой по всем признакам был сердечный приступ. Благодаря этому самолету не пришлось делать вынужденную посадку. Жизнь была спасена. В Хасаверте сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве 35-летнего Шамиля Абдул-Мусримова, бывшего бойца ММА. Они были задержаны по горячим средам в результате грамотно спланированных действий оперативников. Убийство произошло 22 октября в одном из ресторанов Хасаверта. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, у подозреваемых в убийстве отца и сына возник конфликт с Абдул-Мусримовым из-за земельного участка. Боец – уроженец села Калинин-Аул Казбековского района. Он провел 15 профессиональных боев, из них 11 выиграл и 4 проиграл. Первый в республике диспетчерский комплекс «Обь» открыли в Дербенте. Это результат работы администрации города с дагестанской лифтовой компанией. Центр предназначен для диспетчерского контроля лифтов и приведения их в соответствие с требованиями правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов Ростехнадзора России. Благодаря налаженной диспетчерской работе, качество и оперативность обслуживания лифтов повысится в несколько раз. Также в администрации Дербента состоялось совещание, где управляющим компаниям города в целях обеспечения бесперебойной работы лифтов в многоэтажных домах было рекомендовано заключить договоры с дагестанской лифтовой компанией. Вековой юбилей героя. Дагестан помнит и гордится. Республика в эти дни отмечает 100-летие со дня рождения легендарного летчика Амитхана Султана. В годы Второй мировой войны он был удостоен высшей военной награды. Был единственным дагестанцем, ставшим героем Советского Союза дважды. Именем воздушного аса в Махачкале назван один из главных проспектов – международный аэропорт в столице Дагестана и вершина в горах нашей республики. Тему продолжит Курбан Рагимов. Цветы и слова благодарности сотрудники международного аэропорта Махачкалы чтят память о выдающемся летчике Амитхане Султане. С 29 июня 2012 года воздушная гавань гордо носит имя дважды героя Советского Союза, для которого небо стало вторым домом. Расславить такого человека не всякому дано. Мы, соответственно, подняли вопрос, он наш земляк. Ну, он сам говорил, что я не... он Совкра Лакского. Он говорит, я не... Не Лакец, не герой Лакского, не герой татарского, а герой Советского Союза. Он интернациональный такой был. И вот мы начали потом, чтобы писать письма, чтобы его именем назвали наше авиапредприятие. Амитхан Султан родился в 1920 году в Алубке. Прошел всю Великую Отечественную войну от начала до конца. Провел 603 боевых вылета, в 130 воздушных боях сбил 49 самолетов, 30 из них в одиночку. Эти цифры красноречиво говорят о героическом пути бесстрашного летчика. Его подвиги помнят и гордятся им не только в Дагестане, но и в Крыму. Отец героя Лакец родом из селения Цавкра, а мать – крымская татарка. На полуострове об Амитхане Султане снимаются фильмы его именем. По всей России названо множество значимых объектов – площади и улицы, проспекты и микрорайоны, школы и лицей. В Дагестане также учреждена государственная награда, где отчеканен профиль героя – медаль имени Амитхана Султана, которая вручается за вклад в патриотическое воспитание молодежи. В Махачкале имя прославленного летчика носит и одна из главных магистралей столицы. Бронзовый монумент установлен в самом начале проспекта имени героя. Этот бюст делал руки известного скульптора Гейбата Гейбатова, признанного мастера художественной пластики. Бронзовый бюст на высоком постаменте сам будто бы парит над землей на фоне гор. Модель был в мною создан с учетом, что он, во-первых, обращен лицом, сейчас тоже видишь наглядно, к солнцу, к восходу. Это всегда символизирует движение к добру, к светлому. Во-вторых, эта улица уже начинается с его имени. Это поворот головы дал еще больше динамизм его движению. Вот стал вопрос усилить это движение с головой вместо плечо. Это плечо, это его крыло полета. А второе плечо тоже осознает аллегорию, обрыв. Фактически его, когда нашли, нашли только кисть руки. Фотографии из личного архива героя и другие уникальные экспонаты можно увидеть в музее боевой славы имени Макаровой. Здесь школьникам показывают комбинезон и шлемофон, в которых Амедхан Султан отправлялся на боевые задания. На недавнем уроке мужества детям рассказали о самых ярких моментах биографии и военных подвигах летчика. После своего последнего этого визита он гостил у своего родственника, у двойного брата, вот такой Башира в Ганапи. Так вот, Амедхан Султан познакомился со своими племянниками, с детьми и спросил, как они учатся. Дети сказали, что учатся хорошо и на отлично. Амедхан Султан проверил их дневники, убедившись, что дети на самом деле учатся хорошо, на 4 и 5. Он подарил этим детям свой шлемофон. И вот где-то через месяц Амедхан Султан трагически погибает, получается. И после его смерти уже его брат передал к нам друзей эти вещи, личный Амедхан Султан. Орлы умирают в небе, когда-то сказал своим друзьям Амедхан. Эти слова стали пророческими. В мирное время в феврале 1971 года легендарный летчик отправился на очередное задание – испытание нового реактивного двигателя на самолете Ту-16. Это был последний полет героя, в котором оборвалась его жизнь. Но полет Амедхана продолжается и ныне в памяти благодарных потомков, в примере служения Родине и любви к родному краю. Курбан Рагимов, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Удачных вам выходных, всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин